Это программа «День с толком» в студии Андрей Дреер. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Конфликт интересов. Жители некогда элитного поселка Солнечный остались без воды. Сажать или принудительно лечить? Как реабилитируют наркозависимых в крае? 15 лет со дня смерти Михаила Евдокимова. Как почтили память земляки? С сегодняшнего дня 45 медицинских учреждений региона возобновляют плановую медицинскую помощь. Решение об этом приняли накануне на заседании штаба правительства края. Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Попов, возобновляется амбулаторный прием как взрослых пациентов, так и детей. Открываются дневные и круглосуточные стационары. Начинают работу и стоматологические поликлиники. Правда, все эти медицинские учреждения откроются только в тех районах, где стабилизировалась эпид-обстановка. Это города Бийск, Заринск, Рубцовск, Олейск, Славгород, Новоалтайск и ряд других. К сожалению, больницы-поликлиник Барнаула в списке нет. Краевая столица до сих пор остается в красной зоне по заболеваемости коронавирусом. Поэтому открывать учреждения здесь будут позже, исходя из ситуации. Жители края, переболевшие коронавирусом, жалуются на тяжелые последствия для здоровья. Одни отмечают непрекращающуюся дышку, другие – обострение хронических заболеваний. Люди опасаются за свое состояние и говорят о том, что не могут получить никаких разъяснений от врачей. Тему продолжит Мария Микшута. Высокая температура, слабость, боль в груди, отдышка – это симптомы, который пришлось испытать на себе Олеси Шубиной. В июле у женщины обнаружили коронавирус. Две недели назад ее выписали из стационара, но отголоски болезни до сих пор дают о себе знать. Если раньше я могла спокойно, там, седьмого этажа, вверх-вниз, сейчас я такого вообще не могу себе позволить. Дошел до кухни, устал, лег. Стал вытереть пыль, устал, лег. Вот этот реабилитационный период. Если где-то по быстренькому прошелся, где-то ускорил шаг, начинается отдышка. Олесю лечили в 12-й горбольнице. Она не понимает, почему ей до сих пор тяжело. Так ударил по здоровью опасный вирус, или лечение было не своевременным и не слишком качественным. По словам женщины, сначала она долго не могла добиться госпитализации, потом хоть какого-то лечения в больнице. Я реально понимаю, что 50% поражения легких просто так бесследно для моего организма, думаю, не пройдут. И неизвестно, чем это вылезет. Что это будет через полгода, что через год. Может быть, это будет какая-то повторная пневмония или еще что-то. Конечно, страшно. Страшно, если бы все это не было так серьезно. Еще одна переболевшая ковид-19 – жительница Барнаула Евгения. Говорит о том, что кашель не отпускает уже больше месяца. Невидимый враг за короткое время валит с ног людей и быстро передается от одного человека к другому. Нередко болеет целыми семьями. У Юлии пожилая мама и маленькая дочь. После долгих недель болезни девочка пошла на поправку, чего не скажешь о родителях. Мы почти шли все на выздоровление. И вчера меня, так как поздно же мне дали направление на КТ, они же просто не хотели мне его давать. А у меня, оказывается, мне кажется, вообще легкие болели с самого начала. Я же просто не знаю, что это такое. Первый раз с этим столкнулась. Но у меня уже двусторонняя пневмония. У меня температура 37. И у меня же маму до сих пор не пришел ни разу врач. У нее вчера пришел мазок, что у нее тоже положительный. Насколько опасен ковид-19 своими последствиями, мы решили узнать у лечащих от короны местных врачей. Но столкнулись с тем, что медики эту информацию словно скрывают. Говорить о рисках для здоровья не согласился ни один из 20 опрошенных врачей. Я вот не готова на ваши вопросы таким образом отвечать, если честно. Это вот все, еще раз вам объясняю, не обсуждается. Потому что я знаю, как потом это все может быть вывернуто против нас. А вот медики из других стран и регионов России оказались более открытыми. Питерский врач, к примеру, обращает внимание на удар от ковида по нервной системе. А зарубежный специалист по иммунитету в целом. Снижается память, человек становится рассеянным. Очень многие же говорят об усталости, снижении работоспособности. Это все мозговые функции, которые тоже, бывает, что страдают и убивают их дефицит. Мы хотим понять механизмы. Возможно, это из-за воспаления, которое мы видели в результате реакции организма на борьбу с вирусом. Или это поствирусная усталость, или что-то подобное. Пока единственный источник информации о коронном вопросе – интернет. Насколько эффективно множество порой противоречивых мнений, не берутся оценивать даже эксперты. Но влияние вируса на организм переболевшие барнаульцы уже ощутили. И называют ковид настоящим ударом по здоровью. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. Льготное питание без регистрации справок. В этом году из-за коронавируса отменили необходимость обновления пакета документов на школьное питание для малообеспеченных семей. Иными словами, все, кто прежде уже собирал справки, сейчас могут этого не делать. Льготу на школьное питание автоматически продлят на полгода. Те мамочки, те граждане, которые получили справки после 25 марта 2019 года, могут не обращаться в Управление социальной защиты за продлением, потому что автоматически это продление будет проведено. А вот родителям первоклассников придется побегать за справками на горячее питание. Через полгода, если пандемия отступит, их участь разделят и остальные. Нынешние документы станут недействительной. Отметим, в 2019 году было оформлено свыше 5000 справок на горячее школьное питание. К другим темам. Поселок Солнечный Первомайского района, в котором проживает более 700 жителей, остался без воды. Причина отключения от услуги поставщиком воды. Он уверяет, что местное ТСЖ задолжало ему крупную сумму денег. При этом жители говорят, платят исправно. В проблеме разбирался Илья Кочетков. Радуемся, если какая-то капелька побежит, то это радостно. Вот, смотрите. То есть воды нету, сухо в кране. Вот, все, вот. Хоть ты как там, вот крути, открывай, хоть что делай, воды нет. Ресурсопоставщик отключил воду в Солнечном больше недели назад, без всякого предупреждения. Почти сразу людям пришло на выручку одно из предприятий поселка. Временно, на несколько дней всего, подключила свой водопровод, чтобы хоть как-то снабжать жителей водой. До улицы, где живет Наталья, она доходит лишь ночью, и то по чуть-чуть. Подвоз воды, по ее словам, был лишь единожды. Сегодня я была в администрации Первомайского района, у товарища Никулина. Принесла ему эту воду, на что он сказал, говорю, посмотрите, налейте себе стаканчик воды, которую воду вы нам привозите. Он мне говорит, вы меня еще заставьте ее пить. А жителям пить приходится. При этом помыться или полить огород уже не хватает. На остальных улицах ситуация немного получше, но это временно. По словам людей, поставщик внезапно решил, что ТСЖ, управляющий поселком, ему задолжал. Договорные проблемы в конечном итоге ударили по простым жителям, которые недоумевают. Почему страдать приходится им, ведь они исправно платили по счетчику. Могут разобраться между ТСЖ и Восток-Борводом, какие-то произошли недопонимания, так скажем, конфликт. А заложникам этой ситуации оказались люди, которые не могут ни пить, ни мыться, ни какие-то свои нужды, да, пандемия, жара. Про бурить скважину и ни от кого не зависеть для большинства перспектива нереальная. В этих местах, пояснили нам жители поселка, бурить нужно глубоко, стоить это будет не менее 200 тысяч вместе с насосом. А потому все зависит от разрешения конфликта между владельцем скважины, Восток-Борвод и ТСЖ, которому принадлежат водопроводные сети. У нас-то получился разрыв, получает население, допустим, 4 тысячи кубометров, а Восток-Борвод нам выставляет ТСЖ 7, 11 даже. То есть разрыв на 7 тысяч. И вот в этом произошел конфликт интересов. В результате солнечный остался без воды. Как нам пояснили в администрации Первомайского района, они предложили ТСЖ передать водопроводные сети на баланс муниципалитета. Что касается скважины, вопрос на стадии переговоров. По первому вопросу решение за самими жителями. Пока для них все складывается не лучшим образом. Сегодня их отключили от воды на неопределенный срок до разрешения конфликта интересов. Мы будем следить за развитием ситуации. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. Жители края до конца лета будут получать в повышенном размере пособия по безработице. Обратившиеся в службу занятости с 1 марта получают пособия по верхней планке. Чуть больше 12 тысяч рублей. Исключения составляют уволенные за нарушение трудовой дисциплины. Период действия повышенного пособия продлили до сентября. Продлены выплаты и минимального пособия по безработице. С 1 мая его размер вырос до 4,5 тысяч рублей. То есть в три раза. При этом с 1 октября на 3% вырастет оклад у депутатов местного самоуправления. А также ряда чиновников края. Это согласно постановлению уже местного правительства. Кстати, во всероссийском рейтинге зарплат чиновников Барнаул занял почетную третью строчку. Сразу после двух столиц. Хоть в каком-то рейтинге мы в тройке. Ведь по уровню средней заработной платы Алтайский край в прошлом году оказался на 73-м месте. Бывший замглавы Каменского района Алексей Жихаренко осужден за покушение на мошенничество. Он пытался обмануть поставщиков угля на ТЭЦ Ярового и похитить более 1,3 млн. рублей. Напомним, минувшей зимой в Яровом вводили режим ЧС. Причина – многочисленные неполадки на ТЭЦ, из-за которых город остался без тепла. К тому же очередная партия угля, поступившая на электроцентраль, оказалась мокрой, примерзла к вагонам. Городские власти отказались платить за некачественное топливо. Экс-чиновник вышел на поставщика и предложил решить проблему, якобы используя личные связи в администрации Ярового. За услуги он попросил ни много ни мало – 1,3 млн. рублей. Во время передачи денег Жихаренко и задержали. В итоге суд Центрального района Барнаула признал его виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно. Надписи на дороге сегодня появились в Барнауле. И это не реклама, а предупреждение пешеходам. С помощью трафаретов их нанесли представители молодежного правительства края. Цель одна – изменить статистику гибели пешеходов на проезжей части. Только за последние 7 месяцев погибло 7 человек. Что написали и помогут ли надписи, расскажем далее. Несмотря на то, что работают с краской, представители правительства молодежного оделись как на заседание торжественно. Пиджаки, брюки, белые рубашки. Верите в то, что читать будут это люди, которые идут по пешеходному переходу или подходят к нему? Мы с этой целью и делаем эту разметку. Надеемся, что, конечно же, будут читать, смотреть и соблюдать правила дорожного движения. Не соблюдают часто, причем и водители, и велосипедисты, и пешеходы. В наушниках идут, в телефоны смотрят родители, детей за руки не берут, дети неожиданно выбегают на проезжую часть. Но и на велосипедах переезжают по пешеходному переходу, нарушая правила дорожного движения. Именно об этом и говорят надписи. Предупреждают, чтобы СМС прочли на другой стороне дороги или взяли ребенка за руку. Общественники считают особенно актуальной фразой накануне учебного года. В прошлом году для их нанесения использовали баллончики, поэтому сегодня процесс немного затянулся. В этом году мы используем специальную разметочную краску для того, чтобы, так скажем, сохранилось более долго эти надписи. То есть, ну, до снежного покрова, думаю, отстоит. Места, где появились и еще появятся надписи, опасные и нерегулируемые пешеходные переходы города. Будет ли от них толк? Это, пожалуй, главный вопрос, ответ на который даст лишь время. А если надпись появится у пешеходного перехода «Сними наушники», обратите ли внимание или пойдете, как и шли? Тут надо подумать. Это 50 на 50, думаю. Тут, наверное, табличку надо большую. «Сними наушники». Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. Вы были замечательными патриотами своей малой родины. Такими словами, сегодня в поселке Верхобском встретили земляков любимого дяди Миши. Несмотря на свою известность и должность, Михаил Евдокимов всегда был близок к простым людям. Сегодня вы не такой масштабный, как обычно, но все равно, что есть, то есть. Очень весело и интересно, особенно детям. Людей в этот раз действительно гораздо меньше, чем обычно. В связи с пандемией коронавируса масштабный фестиваль проводить не стали. Но не вспомнить улыбчивого юмориста просто не могли. Его слова я помню и запомнил на всю жизнь. И диски выходили. Помните, надо жить. Вот эти слова «надо жить» для меня означают жить, как Евдокимов. Это значит отдаваться людям, как он, и тратить себя на людей, как он. На 15-ю годовщину со дня гибели Евдокимова Сергей привез книгу, которую сам написал. В ней по крупицам собрана вся жизнь Михаила Сергеевича. Тираж небольшой, всего 100 экземпляров. Они подарены друзьям и родственникам народного артиста, которые, к слову, сегодня тоже были в Верхопском. 15 лет – это все-таки дата немаленькая. Скучаем по нему. В общем, сейчас до слез. По традиции, недалеко от усадьбы семьи Евдокимовых расставили палатки. Вот так, по-простому, как и любил юморист. Вот уже какой год мы ездим на этот фестиваль. Нам очень нравится сама атмосфера, обстановка. Вот это вот место наше, как бы уже мы здесь давным-давно ставим палатки. Каждый раз встречаемся с артистами, с народом, вообще с Верхопским. Несмотря на такую ситуацию, народ едет, народ помнит, народ чтит, народ любит его. Несмотря на то, что трибуны пустуют, на стадион приехали юные спортсмены. Соблюдая дистанцию, они разбились на группы, чтобы продемонстрировать свои таланты. Мастер-классы по настольному теннису, баскетболу, футболу и кейкбоксингу Михаила Евдокимова вспоминают не только звонкими песнями и детскими рисунками, но и здоровым образом жизни. Он любил спорт и своим примером демонстрировал, что за ним жизнь, но сам довольно рано ее покинул. На могиле Евдокимова всегда лежат свежие цветы. Здесь практически никогда не бывает пусто, особенно сегодня. Всегда приобнимет, всегда руку пожмет, всегда найдет слово любому человеку, старому и малому. Его это отличало. За то, что чтите память моего брата, за то, что любите его. Спасибо вам, дорогие люди. Ту страшную трагедию помнят многие. Машина на тот момент с действующим губернатором Алтайского края на большой скорости вылетела в кювет и врезалась в дерево. Все находившиеся в автомобиле погибли. Буквально через год на месте аварии построили часовню на деньги друга Евдокимова, который не стал называть своего имени. С тех пор за этим комплексом никто особенно не ухаживал. И вот после общественных возмущений здесь, наконец, начали проводить реконструкцию. Вспомнили земляки. Мой край для меня – это родина, а родина – это Алтай. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком. Шокирующая статистика. Ежемесячно порядка 300 жителей края попадают в тюрьмы из-за наркотиков. Чаще всего в регионе совершают преступления, связанные именно с их незаконным оборотом. При этом суды вправе не посадить, а обязать потребителей наркотиков проходить лечение. В нашем крае за последние полгода суды вынесли 300 таких решений. Насколько они оправданы? Есть ли смысл лечить наркозависимых? И куда нужно обращаться, если случилась беда? Специальный репортаж от Никиты Ермакова. Оксана, имя девушки изменено сегодня, мирно пишет картины. Но еще и не так давно признается пациентка частного реабилитационного центра для наркозависимых. Ее жизнь была адом. Из 35 своих лет, 20, она была на тяжелых наркотиках. А началось все, казалось бы, с невинной стопки для души. Позже попробовала тяжелые уже героин наркотики. И была на системе, то есть систематическое употребление в течение пяти лет. Думала, что справлюсь сама. В принципе, были перерывы. Пыталась справиться. Все-таки я прекратила их употребление, но перешла на алкоголь уже конкретно. То есть начались запои по три дня, потом по неделе. Замена пристрастию не помогала, рассказывает Оксана. Срывы случались все чаще. Но вырваться из замкнутого круга не получалось. Тому способствовало окружение. В употреблении были все друзья. На просьбы о помощи предлагали лишь у колодца. У меня уже не могла практически ходить. У меня онемели, так скажем, ноги. У меня почти отказали почки. У меня был жуткий отек вообще лица, всего тела. В общем, когда меня увидели, ко мне даже ночью подходили и спрашивали, ты живая? Ты живая? То есть, ну все, я просто, если бы я здесь не оказалась, через неделю меня уже точно похоронили. Спасение в центре нашел и другой наш герой. Назовем его Олегом. Говорит, с наркотиками связался, когда поступил в Барнаульский вуз и уехал из родного города. Очень много свободного времени. Очень много свободного времени, отсутствие контроля и возможность покупать наркотики. То есть, больше знакомых, Барнауль, все вот эти дискотеки и дискотеки. Ну и началось с дискотечных наркотиков сначала. А потом уже более тяжелые появились. И девушке, и парню о центре реабилитации для зависимых рассказали знакомые. Правда, лечение здесь стоит денег. Кодовой курс – 180 тысяч рублей. Не у каждой семьи, столкнувшейся с бедой, есть такие деньги. И в этом проблема, говорит руководитель центра. Нуждающихся в лечении – тысячи, а возможности – у единиц. Правда, курс в частном центре может оплатить и государство. Но пока это единичные случаи. С 2016 года даются сертификаты. На год даются три сертификата. Ну, как бы вот, три сертификата на все центра. У нас в этом году, в прошлом году нам давали по сертификату. То есть один человек на полгода. Есть выделение на Алтайский край – три. И все. Больше нету. То есть финансирования больше нет. Сертификаты по госпрограмме противодействия злоупотребления наркотиками выделяет Министерство соцзащиты края. Получить помощь не так-то просто. Семья наркозависимого должна быть официально признана малоимущей. Сам нуждающийся в помощи должен состоять на учете в наркодиспансере, где сначала ему предстоит пройти медикаментозное лечение. На первом этапе также стационарное лечение, которое у нас функционирует по типу закрытого психиатрического стационара, где ограничены контакты с родственниками, ограничены контакты, естественно, и с окружением. У нас установлено видеонаблюдение, охрана такой микроизоляции в условиях лечения терапевтического рамы просто необходима для человека. Лечение медикаментами в диспансере и следом психологическая помощь и социализация в частном центре. Такая комплексная реабилитация, говорит главный нарколог, весьма эффективна. Но за 4,5 года сертификаты на лечение получили всего 15 человек в крае. И это лишь одна проблема. Другая в мотивации на лечение. Человека с помутненным сознанием убедить крайне сложно. Понимая это, в Санкт-Петербурге, к примеру, решили ставить зависимых, которые дошли до судебной скамьи, перед выбором – лечение либо тюрьма. Если человека сопровождает профильной коммерческой организацией, когда реабилитация занимается, то она может взять на себя обязательства по реабилитации. Наш регион начал внедрять подобную практику. За последние полгода суды и края обязали пройти лечение 300 зависимых. Но реабилитация по решению суда, как правило, предполагает лечение исключительно в наркодиспансере, то есть лекарствами, без прохождения должного курса социализации. А это малоэффективно, говорят специалисты. Если, допустим, он в медицинский центр попадает, и там работают специалисты, и это все в связке, и потом человек на социальную реабилитацию направляется, и уже именно работа идет по зависимости, то тогда это более эффективно, конечно, будет. А тут возникает еще одна проблема. Полноценный курс социальной реабилитации могут предоставить только добросовестно работающие организации. А таких единицы. Не секрет, что многие частные центры для зависимых, говорят эксперты, это бизнес на беде. Деньги собирают, а лечения не оказывают. Есть немало примеров, когда над реабилитантами даже откровенно издеваются. Чтобы отсеять таких участников сферы, подчеркивают эксперты, нужно законодательно установить критерии деятельности реабилитационных центров и увеличить финансирование по госпрограмме. Уже со следующего года эту программу в этой части увеличить, и, скорее всего, она будет увеличена до 10 сертификатов на Алтайский край. Это до 900, скажем так, до 900 тысяч рублей, почти миллион рублей будет. Я надеюсь, это власть, кровяя власть, я думаю, что финансовая власть, это решение будет принято, значит, и вот это, я думаю, тоже положительный момент. Родным же наркозависимых советуют специалисты не стоит закрывать глаза на проблему или опускать руки. После правильной реабилитации до 70% людей возвращаются к нормальной жизни. Один из примеров – Александр. У бывшего зависимого сегодня есть семья, собственный бизнес и реабилитационный центр для лечения таких же оступившихся. К зависимости, как к какой-то пагубной привычке или слабоволею. Нет, не надо заблуждаться. Это заболевание, которое требует четких действий. Никита Ермаков, Александр Антропов. День с толком. В Театре драмы впервые за 48 лет капитально ремонтируют сцену. Речь идет не о покрытии, его меняли 13 лет назад, а о самом механизме. Оборудование, которое двигает секторы подмостков, износилось и морально устарело. Как идет работа по ремонту драматической сцены «Края» в сюжете Дарьи Эйдемиллер. В 48 лет ровно столько стоял этот механизм без ремонта. 84 колеса, тонны металлических конструкций. Но в этом году этот ремонт наконец сделают. Вся три драмы началась масштабная реконструкция сцены. Сделали не все во время прошлого капитального ремонта, или как ее называли, реконструкции. Если штанкеты верхнюю механику сцены там поменяли и, в общем, привели в порядок, то нижняя механика, это механизмы, которые вращают круг и кольцо, они оставались в прежнем виде, только поменяли планшет сцены, покрытие само сцены деревянное. А эти все механизмы, в общем, вот с 1972 года, представляете, они все уже износились. Сцена будет сделана из архангельской сосны. Вокруг отделка бука. Ну, это специальный брус, который клеен, который идет по плотности, который идет для театральных сцен именно. Он должен иметь определенную твердость. Слишком твердое дерево нельзя, поскольку здесь приходят для декорации вбивать скобы. Слишком мягкий он не стирается. Теперь этот круг и кольцо будут двигаться автоматически. Раньше за этим процессом следил специально обученный человек. Сейчас ему будет гораздо проще, процесс будет автоматизирован. Сейчас есть метки у них на круге кольца, и оператор должен стоять и совмещать. А это будет все перед ним. Вот так же компьютер, и там будет все это видно. Кстати, ремонт сцены – это подарок театру драмы на 100-летний юбилей в следующем году. Из краевого бюджета на это выделили 35 миллионов. Но это сердце механизма. Сердце механизма как раз вот те двигатели и путь управления. А это, скажем, основная опора. Основная опора. Ну, а сердце механизма вообще-то – это режиссер. Сейчас работы только начинаются. Но уже сняли металлические конструкции и 7 километров троса весом тонной, которые держат декорации. Уже начали разбирать деревянные конструкции сцены. Это значит, что к началу сезона театр драмы выйдет на новую сцену. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok